Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Ваше общественное телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Ну, посложившись в традиции, несколько слов о тех датах и событиях, которые происходят в ближайшие дни в плане военных праздников, отмечания былой боевой славы и так далее. Сегодня, 28 октября, празднует свой профессиональный праздник летчики и весь персонал фронтовой авиации. Мы с большим удовольствием поздравляем наших коллег с этим знаменательным событием, желаем, чтобы количество взлетов всегда было равно количеству посадок и успехов Вам в Вашей нелегкой службе. Ну, а специально, можно сказать, к празднику я сегодня пригласил в нашу программу людей, которые не имеют отношения ни к военной авиации, ни вообще к армии, но хотя, наверное, как сказать? Потому что это люди, которые несут нам искусство, культуру, представители этого славного направления, настоящие артисты. Значит, у нас в гостях заслуженный артист России Виталий Псарев и очаровательная Ирина Рудакова, тоже заслуженная артистка России. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые телезрители. Рад, что Вы сегодня к нам пришли, можно сказать, в праздничный для наших военных летчиков, но не для всех, фронтовая авиация, это немножко узконаправленный такой род войск, который используют. Но я не буду сейчас углубляться в теорию, в тактику и стратегию боевого применения авиации. Вот, мы не для этого сюда собрались. Значит, я думаю, что когда армия контактирует с артистами, это хорошо, это поднимает боевой дух и помогает нам всегда побеждать в любых конфликтах, войнах и так далее. Вот, и самое главное, воспитывает нас в правильном направлении нашей российской культуры. Ну, Виталий, начнем, наверное, с Вас, как говорится, чтобы под танк всегда должен первый мужчина бросаться. Сразу под танк. Сразу под танк. А у нас программа такая, да, чуть что, сразу под танк или ружье, значит, если надо, призовем сейчас в армию и пойдем учить строим шагом ходить. Вот. Значит, у меня такой вопрос. Вот вы в своей, ну, начнем с того, что вы профессиональный певец. Так или не так? Правильно я выразился? То есть вы когда-то учились этому или как? Вот несколько слов о том, как вы им стали... Ну, началось с того, что когда еще, будучи молодым человеком, прорезался какой-то голосок, значит, я увлекался эстрадой. И где-то в 16 лет, ну, я раньше начал петь, а в 16 лет я уже начал работать. Я работал в ресторане в городе Хабаровске. Назывался ресторан «Центральный». Я играл на пианино и пел. То есть двумя вещами занимался. А потом уже закончил музыкальное училище, потом приехал в Ленинград консерваторию и продолжал петь, и играл, и пел на танцах. Подрабатывал, потому что стипендия была маленькая, подрабатывал на танцах. Потом началась... Я же учился на дирижерской хоровом факультете, но с первого же курса я был уже солистом хора. Мне попался очень хороший педагог Ольга Павловна Павлещева. Она мне все тянула на классику. Но так получилось, что эстрада победила, и я всю жизнь посвятил вот этому жанру. И потом получилось так, что я попал в ансамбль поющей гитары, проработал там 4 с лишним года, потом пошло-поехало, и уже с оркестром под управлением Анатолия Семеновича Батхина работал несколько лет. Потом была сольная карьера, это уже назывался на организации Лен-концерт. Потом сольная карьера, после сольной карьеры опять уже Петербург-концерт. Потом меня к себе перетянул Илья Яковлевич Рахлин в мюзик-холл, проработал 10 лет в мюзик-холле. Вот теперь я с вами беседую. Ага, то есть вы сейчас в свободном полете? Нет, теперь я опять вернулся в Петербург-концерт. Петербург-концерт, понятно. Я думал, ну наконец-то свобода, то есть никак. Свобода застолько снится. Сложно. Да, спасибо. Биография, конечно, очень обширная, широкая, но больше всего у меня Хабаровск ближе к сердцу, потому что я там 11 лет прослужил, и в ресторане Центральном захаживал. На площади. Зажигал. Зажигал, выпивал. Зажигал. А вы Слава Захарова знаете? Нет, я не знаю, я не знаю, нет, никого там из музыкантов. Ну просто бывал в тех краях, как говорится, поэтому для меня это близкая тема. А вы служили там в качестве? Офицером я служил там, да. То есть искусство там не имело? Нет, там я только, если с ребятами под водочку, с гитарой, селедочку и так далее, как и все мы. Ну, вот вообще с военной организацией приходилось сталкиваться в своей творческой карьере? Да, знаете, ну, во-первых, постоянно я работаю, сотрудничаю, так скажем, с ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа. Вот, и кроме того, у меня впервые в жизни я, вот вы про летчиков сказали, да? Да. Про пилотов, летчиков. Я вот впервые в жизни летал на боевом вертолете. Это было в начале 2000-х, в начале 2000-х, не помню, первое. За штурвалом летали? Нет, ну, в кабине, да, и я на вертолете летал, это было в Чечне. Вот так вы... Значит, сводный отряд петербургского ОМОНа, он менялся, он каждый раз меняется, и посылают там, значит, наводить порядок или как-то следить за порядком. И вот я со сводным отрядом петербургского ОМОНа, вместе с генералом Румянцевым, мы вот туда ездили, я выступал на блокпостах, то есть там же на блокпостах, там же нет ни аппаратуры, ни микрофона. Конечно. Ничего, вот выстраивает генерал ребят, там человек 15-20, вот эти полуразрушенные какие-то здания такие, непонятно что это. Вот. И там вот я с аккордеоном там выступал и пел для них песни. Потом впервые в жизни, значит, на вертолете, там на бронетранспортере, потом там у них эти машины на Урал, Урал такие здоровые, так у них их называли музыкальной табакеркой. Почему? Потому что между бортом и сиденьями стояли такие огромные металлические листы. Это для того, что если постреляют, ну, чтобы вот как-то это ограждало. А они когда едут, ну, Урал-то здорово, музыкальная шкатулка. Да, музыкальная шкатулка. Понятно. Ну, Виталий, давайте все-таки прервемся с вами. Да. Не забывайте, что у нас дама в гостях. Да. Вот, Ирин. Вопрос к вам. Вот тоже в двух словах о вашей творческой карьере. Вы тоже певица, тоже профессиональная. Вот. Когда, где учились и какую карьеру вы прошли? Ну, начинала я с художественной самодеятельности. Пела я и, как говорится, с трех лет и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Совершенно случайно я в советском спорте это было. Моя тетушка заметила такое, значит, объявление. Это газета «Советский спорт». Да, «Советский спорт» выписывали, читали. Мой дядя очень любил футбол, поэтому «Советский спорт» газета – это было самое святое. Они увидели объявление, значит, из художной самодеятельности приглашаются в Ленинградский государственный мизик-холл, в студию при театре учиться. А я закончила механический техникум имени Славянова. Вот. И занималась только самодеятельностью. То есть вы вообще по специальности… Совсем другой, да, абсолютно. Техник, да? Да. Холодная обработка металлов. Вот так вот. Да, непросто. Вот. И решила поехать в Санкт-Петербург, Ленинград тогда. Поступила. Поступила. Все было хорошо, все было замечательно. Два года я отучилась, потом меня приняли в труппу. И вот так с 1977 по 1979 это были учебы при театре. А с 1979 и уже где-то до 2004 года я работала в театре. Вот так. Где и, как говорится, сделала свою карьеру. Но получила не как сейчас получается. Знаете, три года отработал и уже заслуженный артист. Здесь пришлось поработать где-то уже лет 20, чтобы стать заслуженной артисткой. Так что вот так… А что вот процедура присвоения такого… Да, а я не страдаю. Процедура присвоения такого звания, она подразумевает там какой-то стаж определенный в должности певца. Чтобы получить заслуженного артиста, допустим, что нужно? Не просто там пройти какой-то, наверное, опыт какой-то должен быть. Естественно, участие в спектаклях, большие программы какие-то концертные. Человек ездит за границу туда, объезжает весь мир где-то, что-то как-то. Конечно, это накопленный опыт, это накопленные роли какие-то определенные. Это большое значение имеет, конечно. А главное другое. Главное, чтобы тебя представили. Представили, да. Еще представить нужно. Мало ли, сколько ты наездно работала. Но если тебя не представили, то… Да, тогда уже ничто. Понятно. Ну, я предлагаю нашим телезрителям посмотреть сейчас небольшой видеоролик. И мы посмотрим, чего же вы добились в этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Детский хор-радио, Детский хор-радио, мои друзья, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok Так что мы предлагаем прийти послушать и получить удовольствие. Спасибо, спасибо, я надеюсь, что многие телезрители воспользуются вашим приглашением. Вот. И хочу еще вопрос. Вот вы песни выбираете как для своего репертуара? Или для вас кто-то пишет специально? Или вы вот, ну, вот сели там, полистали, песенник как раньше выбрал, вот это как песни, или как? Или у вас какие-то есть... Ну, дело в том, что пока мы работали в театре, мы полностью, вот, например, я, да, я зависела от театра. Идет программа. Ну, там, да, там... Да, там идет, конечно, все. Но я вам хочу сказать, что при Рахлине у нас был такой период, когда нам не разрешали работать, сольно где-то выходить. То есть, если есть театральная программа, то ты должен работать только в театре. Это уже потом, как говорится, вот после 90-х это стало немножко такое послабление, и мы стали где-то вот уже где-то работать уже на стороне. И нас предстали приглашать. Тогда мы брали и спектакля, и то, что нам нравилось, допустим, не то, что мы работаем в театре, а что-то мне лично нравится, да. Я делала, например, сама оркестровки за свои деньги, итальянские вещи, английские вещи. Это сейчас взял из интернета, любой фонограмму скачал и пошел. А раньше нет, раньше было это достаточно серьезно, и к этому вопросу подходили творческие. Вот так. Ясно. Ну, давайте посмотрим еще, уважаемые телезрители, фрагмент выступления Ирины Рудаковой в канун предстоящего концерта. Ирина Рудакова 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 и вот time Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, телезрители, уважаемые телезрители, это был подарок от Ирины Рудаковой, такой музыкальный, небольшой. Ирина, вот я посмотрел на вас сейчас в гусарской такой форме, и сразу возник вопрос. А вы вообще вот немножко какое-то понятие о военной службе имеете? Или для вас это темный лес? Ну, темный лес был до 2005 года. В 2005 году... Что случилось в 2005 году? В 2005 году я вышла замуж, так сказать, за военного человека. Да, полковник ВДВ в отставке. Так что у меня прямая связь с нашей армией. Да, теперь у вас 2-го августа тоже имеете отношение, гуляете по полной программе. Ну, так вы тогда наш человек. То есть как раз в нашу программу очень даже вписываетесь. Жена офицера, вот, довольно приятно. Берет есть? А как же? Все. Все, на следующий год нужно будет вас тоже на день ВДВ сюда в берете пригласить. Возьмем гитару, или вы играете на чем-то, Виталий? Я на аккордеоне, в рояле. Ну, а аккордеон мы сюда в студию вряд ли сможем занести. Он через дверь не пройдет. А аккордеон, да, можно будет. Мы подумаем, какой-нибудь праздник здесь устроим. Живой концерт, чтобы, как говорится, не ходить там в разные эти ДК первомайские. Ну, вот, раз придется, уважаемые телезрители, пойти, потому что сегодня концерт... И только ходите, пожалуйста. Да уж, будьте любезны, раз мы вас пригласили. В студии концерт не получился, потому что нет инструмента, но мы подумаем. У меня же такая идея витая, прийти здесь с артистом и такой живой небольшой разговор с песнями сделать. Думаю, что будет это интересно. Значит, ну, напоминаю, что у нас в студии заслуженные артисты России, Виталий Псарев и Ирина Рудакова. Вот, и 4 ноября, в ДК Первомайский, вы можете прийти их послушать на их сольном концерте. Самсоневский, 37. Да, да, я думаю, сейчас уже люди, пользуясь услугами интернета, очень легко все найти. Вот, как вот выяснилось, что по вас информации очень мало. Сайты свои не делали, не разрабатывали, нет таких планов в перспективе. Нет, ну, я, ну, там, ВКонтакте, знаете, там, вот это есть. Есть, да, надо будет, ну, добавимся в друзья к вам тоже. Да, пожалуй, мы оставили свои данные, так что, пожалуйста. Чем еще в жизни занимаетесь, кроме пения? Есть какие-то увлечения? У меня увлечение, это моя дочь, моя семья, вот это вот я сейчас все эти 5 лет увлеченно над этим работаю. Поэтому у меня одно, так сказать, направление семейное. Да, потому что последний год у дочки школа, последний класс, и стоит, значит, выбор, куда идти, что делать, так что у нас работы очень много. Ну, дай бог вам определиться, чтобы все сложилось хорошо. У меня? Виталий, охота, рыбалка, там, мотоциклы. Вот, второе. Рыбалка. А, я думал, мотоцикл. Нет, мотоцикл это в детстве, в юности, знаете, когда-то, Ковровец, я помню еще, Ковровец мотоцикл, вот, Явы там были, а сейчас, ну, что, у меня машина, сел, поехал туда, но я люблю рыбалку. Рыбалку, да. Ну, такой, я не фанатик, чтобы уже совсем, сумасшедший на этом деле, ну, посидеть в тишине, вот, вода плещется, как-то успокаивает, а потом еще мне что-то хорошо, я беру текст, например, какую-то песню, мне надо выучить. Я кладу его рядышком, смотрю на поплавок и учу текст. Это очень хорошо. Интересный метод. Или еще люблю по грибам сходить. Тоже очень успокаиваю, ты как-то, ну, не знаю, вообще ходишь, ходишь. Ходишь по лесу, природа, да, наедине. Не то, что сидишь дома, сидишь в машине, походил по лесу, и опять же грибочки. Я так особо их есть не очень, я вот собирать люблю. Поэтому угощаю своих друзей. Ведь, уважаемые телезрители, у артистов, у всех, как и у обычных людей, такие же, как говорится, жизненные возможности, способности, то есть и грибы, и семья, и то есть все такие же люди, как и все мы. Ну, что ж, уважаемые друзья, время нашей программы подходит к завершению. Буквально несколько слов. Давайте вот с вас начнем. Ваше пожелание телезрителям в камеру, что бы вы хотели им на прощание пожелать. Тем более нас смотрят аудитории военных в том числе. Ну, во-первых, конечно, поздравляю всех военных, желаю счастья, желаю здоровья, желаю, чтобы все, что было намечено в плане армейских каких-то дел, свершений, чтобы у вас все было хорошо, чтобы ваши семьи были счастливы, чтобы ваши родные были живы-здоровы, чтобы всегда в вашей семье был мир, счастье и лад. Спасибо. Виталий, вам слово. Я бы хотел, чтобы каждая армейская семья получила квартиру наконец-то. Это у нас уже, по-моему, больная тема в армии, и сколько же можно мучиться, ребят. Уже там майоры, подполковники, по-моему, проютятся в каких-то не очень человеческих условиях. Дай бог, чтобы вся эта программа завершилась, и каждый получил квартиру. Вообще, хочу пожелать одного. Для военных, самое главное, мира на земле. Не дай бог, какие-то... Ну что ж, уважаемые телезрители, у нас в гостях были заслуженный артист России Виталий Псарев, заслуженная артистка России Ирина Рудакова, и я, ведущий программы «Честь имею» Алексей Краев, с вами прощаемся. «Честь имею». Субтитры создавал DimaTorzok